Детский журнал В 1914 году первая официально известная на сегодняшний момент публикация Есенина, все вы сейчас со мной прочитаете это стихотворение. Белая береза под моим окном, Принакрылась снегом, Точно серебром. Распечатался я во всю Ивановскую, Напишет Есенин на родину. И действительно сейчас во все учебно-методические конкурсы для начальной школы включается вот это стихотворение Есенина «Береза». И много Есенин пишет действительно произведений для детского возраста, понятно. Все они о родине, о народной родине. И личная жизнь Есенина получает развитие в Москве. Среди работников с ситерской типографией Есенина встретит свою первую гражданскую супругу, Анну Романовну из Рядного. У них родится сын Юрий. Как вспоминала Анна Романовна, Есенин очень плановался, когда забрали с Раптона. В комнате был порядок, куплены пирожные. Он суетился и повторял все. Ну вот я и отец. Снимет шутку и шаги разляжет. Примосится со мной в огня. И спокойно и ласково скажет, что ребенок похож на меня. Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый цвет. Глядя на нее простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала интеллектуальным вкусом, была начерна. Все, связанное с Есениным, для нее было забято. Его поступок она не обсуждала и не осуждала. Но вот судьба Юрия Есенина, первого ребенка поэта, к сожалению, эротично, в 37-м году его расприяли в выложенный донос. И Есенин понимает, что в Москве ему невозможно пробиться. Он недолго проживет с Анной Романовной Зеленой, только того, что скажет. Намереваюсь непременно убрать в Питер. Москва не есть в любите литературного развития. Пойду к блоку, он меня точно поймет. И Есенин приезжает на вокзал Петрограда весной 15-го года. И пешком проходит большую часть города, для того, чтобы оказаться в квартире Александра Блока, пожалуй, самого известного на тот момент поэта, читает Блоку свои стихи. Блок отметил стихи свежие, чистые, голосистые, многословные язык. Он слышит сразу своеобразие, самобытность Есенинских строк и помогает поэту войти в большую литературу. Он дает рекомендательные письма литератору Михаилу Мурашову и поэту Сергею Городецкому. Городецкий скажет, сразу стало ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. И вот этот модный столичный Петербург, литературные салоны, в том числе Гиппиус и Мережковского знаменитые, удивлены. Он создает образ крестьянского самородка в народных костюмах, выступая и завоевывая литературные программы. И вот сейчас Городецкий сообщает Есенину, что Байман просматривал ваши портреты, ваши документы и высоко оценил одно из ранних есенинских стихотворений, в котором чувствуются православные противы. Шел Господь, пытаясь людей в любовь, выходила нищая на куришку. Старый дед в огне сухом куришке, жамкал деснами, зачерствивал пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной, и подумал, видишь, какой богой знать от голода качается полезно. Подошел Господь, скрывая боль и муху, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая рыбой, нахуй, пашу, маленько крепче, посержи. Вот такое удивительное христианское качество, возлюбив ближнего своего, как самого себя, конечно, воспевая литературные в своем раннем стихотворении. Но, безусловно, Есенин оставляет самые разные впечатления о себе, и, в частности, Московская знакомая дарит рукописи своих стихотворений, свою фотографию, и отправляет письмо, оставит фотографию автографии Есенина, и надпись на папец Сережа Есенин. Вот такие уникальные вещи у нас вот здесь представлены. Я просто не про все, друзья, я вам рассказываю максимально полные стенды у нас. Потом походите, почитайте. А вот Есенин о смысловой стойке скажет впоследствии, «Года текли, года меняют лица, иной на них ложится свет. Мечтатель сельский, я в столице стал первокласснейший поэт». И действительно, Есенины и печатают уже не детские журналы, и в 1916 году выходит первая его книга «Радуница». Конечно же, в основном все стихотворения там посвящены теми Родины и теми родной природы. «О, Русь, мариновое поле, и сень, упавшее в реку, Люблю до радости и воле, даю озерную тоску». Но неизвестно, что было бы с Есениным дальше, если бы не первая мировая война Есенина призывали на военную службу. Но он не воюет, он служит санитаром в советском поезде номер 143. В его обязанность входит помощь врачам, перевязка раненого, например. Конечно же, Есенин видит все ужасы войны своими глазами. И в поэме Анна Снегина скажет удивительные, до сих пор актуальные слова. «Я думаю, как прекрасна семья, и на ней человек. И сколько своими несчастных уродов теперь коллег. И сколько зарытого я ромаю, и сколько зарует еще. И чувствую в скулок упрямых жестокую судорку щеку». Когда Есенин служит ему благоволит полковник Рома, под начальством которого он находился. Как вспоминает сестра поэта, он позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню, домой тоже были подважкой полковника Ломана. И полковник Ломан однажды организует встречу Есенина с царской семьей. «В багровом зале закат шепучки перен, Березки белые горят в своих лицах. Приветствует мой стих молодых царей И кротость юных в их ласковых сердцах». И посмотрите, какой финал символический у этого стихотворения Есенинского. «О, помоги святая Магдалина за их судьбу». Напишет Есенин в шестнадцатом году. Вернувшись с рота, Есенин перемещается. Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду Словно бабочек легкая стая За миранем летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер Близок сердцу желтеющий долг О, так ветер по самые плечи Заголил на березки подолг О, так ветер по самые плечи Заголил на березки подолг И в душе, и в долине прохлада Синий сумрак, как стадо овец За калиткою смолкшего сада Просвенит и сомрет бубенец За калиткою смолкшего сада Просвенит и сомрет бубенец Я еще никогда бережливо Так не слушал родимую плоть Хорошо бы, как ветками ила А прокинуться в розовость вот Хорошо бы, как ветками ила А прокинуться в розовость вот Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду Словно бабочек легкая стая За миранием летит на звезду Словно бабочек легкая стая За миранием летит на звезду Редактор субтитров А.Семкин